Политех, чью самостоятельность помог отстоять депутат Госдумы Александр Хинштейн, сегодня принимал в гости своего защитника. В парламентарии встретился со студентами, встреча прошла в формате диалога. Интересовали молодежь разные темы, многие из которых выходили за рамки учебы в ВУЗе. Благодаря вам у нас появилась дача Головкина или дом со слонами. Скажите, пожалуйста, когда планируется открытие этого объекта и в судьбах каких памятников культурного наследия вы планируете еще принять участие? Александр Хинштейн напомнил студентам историю памятника архитектуры и рассказал о том, как получилось его спасти. Для этого здание было передано из муниципальной в федеральную собственность, а затем поступило на баланс Самарского технического университета. На даче Головкина наконец-то приступили к ремонтным работам. Последние несколько лет здание стояло закрытым и вершало, потому что любое здание, а тем более которому уже более 100 лет, нуждается в жизни и в постоянном поддержании соответствующего уровня. Мы закрепили его за политехом и после того, как завершатся реставрационные работы, там откроется школа молодых архитекторов. Студентов также интересовало, какие еще здания в Самаре преобразятся. Парламентарий не стал раскрывать всех секретов, но рассказал о том, что спустя годы удалось добиться реконструкции дома мыштакова, что на Самарской 207. Это памятник деревянного зодчества. Сейчас фасад здания прикрыт тканевым полотном, но вскоре будет восстановлен. Мария Левина, Сергей Баскин. События.